То есть мы как и в матрице, так и в генаре, мы идем в affiliate info, то есть это партнерская информация, и там находим пункт affiliate report, партнерские отчеты. То есть на него нажимаем, и у нас открывается наша бухгалтерия. Здесь не только бухгалтерия деньги, все, что касается бизнеса, то есть не продукта, а именно то, что касается бизнеса. То есть вот нажали этот affiliate report и попали на свою страничку со всеми этими данными. Теперь давайте смотрим. Справа, верхний блок, правый верхний блок, там так и называется, твой бинар. То есть вы видите вверху название юбайнери, то есть это твой бинар. Теперь смотрите, есть две, скажем, две линейки поинтов, то есть у нас идут поинты. Объясню, что такое поинты. То есть 250 поинтов может получиться у вас в результате подключения в одной из ваших веток, неважно на какой глубине. То есть это не имеет значения, кто подключил, то есть это сейчас не играет ролик. Или же у вас происходит 5 обонклад по 25 долларов. Для тех, кто сейчас находится на обонкладе 20 долларов, а у нас большинство пока, мы получаем за каждую обонкладу 35 поинтов. То есть еще раз повторюсь, подключение 250 поинтов, обонклада в 25 долларов это 50 поинтов, обонклада в 20 долларов это 35 поинтов. Это понятно, да? Теперь смотрите, вот берем наш бинар. Куренс торт волюме, то есть текущее состояние значений, текущее состояние баллов. И вот берем, рай это правая нога, лев это левая нога. И вот берем правую, да, вот тут допустим есть цифра 3500 поинтов. То есть в правой ноге у меня там, допустим, за день было и подключение, и проплат по обонкладе на сумму там 3500 поинтов. Левая нога. Та же самая история. Здесь произошло, то есть и обонкладка, и подключение, все вместе, в целой ноге, до самой глубины, и насобиралось 985 поинтов. Теперь смотрим нижнюю, следующую строку, которая находится ниже. Здесь если перевести, то как бы исторически накопленные значения, или исторически накопленные баллы. Здесь будут ваши все баллы накапливаться, то есть вы будете видеть, сколько вы вообще, как бы здесь, ну, получили очков, что справа, что слева. Теперь как будет списываться. Значит, смотрите, верхняя строка, где куры, стор, кулюмы. Когда будут закрываться, значит, баллы превращаться в циклы. А пока что, то есть это будет раз в неделю, хотя, ну, в Старте, сегодня Билл Старте, как бы, ему, по-моему, Евген Свобода задал вопрос, но я как бы там не слышал, мне уже говорили. Но я знаю, что мы и так как бы отдельно разговаривали, чтобы баллы превращались в циклы не раз в неделю, а раз в три дня. То есть оно будет так у нас работать. Но пока что ждем сейчас в понедельник, то есть 8.23.59 по американскому времени, воскресенье, заканчивается, как бы, то есть наступает период, когда баллы превращаются в циклы. И вот смотрите, допустим, берем здесь картину. Левая нога 985 баллов, правая 3.500. Вот берем меньшую число, там, где меньшее, значит, здесь получится, что здесь полноценных три цикла, да, то есть 250 плюс 250 плюс 250, это 750. И вот что у меня получится, когда начнется, как бы, баллы превращаться в циклы. 750 баллов с левой ноги у меня уйдет, и такое же количество уйдет баллов у меня справа. Что получится? У меня останется там примерно 200 баллов в левой ноге, вот в этом поле курен-стор-волюмы, и на 750 баллов останется у меня в прагнагене. То есть эти баллы будут превращаться в циклы. Теперь мы знаем, что... То есть если брать по деньгам, то можно очень просто, легко здесь смотреть. Берется всегда меньшее число, которое у вас накопилось в какой-то ноге. Вот, допустим, у меня в левой меньше число. И разделяется вот эта цифра, это число разделяется на 10, потому что 10 баллов это 1 доллар. Вот получается, что, допустим, за какой-то период у меня собралось 98,5 доллара. То есть если так посмотреть на правую ногу, тут 350 долларов, но берется меньше, потому что идет перекрытие. 250 в правой ноге, 250 в левой, это срабатывает цикл. Цикл у нас превращается в 25 долларов. То есть вот таким образом можно вот это все как бы освежить. Эти поинты, уже ваши заработанные в результате срабатывания циклов, переходят в левое, в левый блок, это как бы деньги уже. Ну, то есть это деньги, но пока что они в поинтах тоже. То есть переходят, где у меня пишут заработанные поинты. Циклы сработали, пошли они сюда. Ну, опять же, в поинтах. И проходят там, по-моему, максимум до 72 часов. Но сейчас это все будет укорачиваться. Эти поинты будут у вас опускаться в доступные поинты, то есть в нижний баланс. Так, у кого звук пропал? Есть звук? Есть звук, все нормально. Теперь смотрите, получается, что у нас насобирались поинты, как бы заработанные. Опять же, тут та же самая система. 10 поинтов – это 1 доллар. Что мы делаем, чтобы списывать? У нас есть теперь слева кнопка. Она сейчас есть не у всех. Но когда у вас будет уже накопление, то есть она у вас будет появляться. Когда вы будете снимать деньги, и там не будет что снимать, она будет опять пропадать. То есть когда у вас будет что конвертировать, то эта кнопка у вас будет появляться. Значит, для того, чтобы перевести деньги, поинты в доллары и перевести их на GPG, я просто нажимаю кнопку «Convert points». То есть баллы переходят в доллары, и доллары попадают уже на электронный кошелек. То есть вот так оно срабатывает. Теперь по вашим веткам. Берем опять же правый блок, самую нижнюю строку, где у меня пишет количество партнеров. Вот здесь вы будете видеть, сколько людей у вас находится в левой ноге, сколько людей, партнеров у вас находится в правой ноге. Здесь видно всех, активных, неактивных, тех, кого даже была компрессия когда-то выбросила. То есть все равно вы их здесь всех будете видеть. То есть вот это будет общее число. Ну, уже попросили, чтобы все-таки как-то оно разделялось, потому что, ну, зачем мне знать, скажем, ну, я тогда реально не знаю картины, сколько у меня живых, скажем, людей в структуре. То есть уже об этом сказано, но, я думаю, компания это сделает по правде. Потому что реально вы будете видеть всех. То есть вот так выглядят вот эти поинты, и так выглядят в числовом значении наши ноги. Ну и последняя колонка, понятно, это Total Count, то есть общее количество вашей структуры. Я думаю, с этим понятно, с этим слайдом. Так, кому непонятно. Галия, я потом тогда вам отдельно еще объяснил. Идем дальше. А, понятно. Идем дальше. Смотрите, почему мы говорим всегда, и вы, когда будете особенно встречаться, скажем, с какими-то, ну, скажем, людьми, которые строят какой-то другой сетевой бизнес и захотите им предложить именно наш, нужно также говорить о уникальности нашего маркетинг-плана. Я сейчас объясню, почему он уникальный. Я уже говорил это несколько раз. У нас, возможно, по выплатам, по, скажем, ну, хотя, если я имею в виду, берем бинары, да, по бинарным, как бы, циклам, по пеймэчам, есть похожие бинары, похожие есть даже с теми самыми выплатами, но у нас есть очень огромное преимущество. Мы можем сделать так, что мы можем своего личного, лично приглашенного подключать куда угодно. В любую ветку под любого человека. То есть сначала говорилось о том, что это только в одну ветку. На самом деле можно ставить куда угодно. В любую ветку там какого-то партнера нашего, или даже это не партнер, не важно кто это, ну, то есть, ну, он находится в нашей ветке. Я сейчас покажу и объясню, как это регулируется. То есть это можно сделать, чтобы оно работало в автомате. Притом, как бы, даже в автомате, чтобы постоянно подключало какую-то ветку вашего партнера, чтобы подключало ваших личных, новых личных приглашенных. Значит, здесь есть вот эта кнопка, конфигурация подключения, назвал и биткорту, то есть, редактировать конфигурацию. Если вы в нее войдете, вы увидите вот, значит, такие пункты. Первое. Нижние вот эти пункты, авто, эээ, райд и лэд. Вот тут пишет авто, эээр, эээл. Да, три позиции есть. Значит, что-то такое. Вы сами выбираете, куда ставить новый подключен. Если вы выберете режим авто, система сама будет смотреть, где меньшая ветка, туда и будет бросать, как бы, людей. То есть она будет сама расставлять. Если вы выберете R, вторую опцию, то есть система будет подключать ваших новых приглашенных только в правую вашу ветку. Если поставите третью опцию L, система будет подключать только в левую вашу ветку. Теперь смотрите, это еще как бы не все. Вверху вы видите, есть опция, где можно вписать номер, регистрационный номер человека, под кого вы хотите, чтобы система в автомате подключала. То есть вы там вместо своего номера пишите тот номер, под кого хотите делать постоянно подключение. Нажимаете кнопку Lookup, то есть чтобы оно нашло этого человека, чтобы оно выбило его фамилию, имя. И когда оно нашло имя и фамилию, выбираете, в какую его ветку подключать новых людей. И нажимаете кнопку Save Change. И теперь смотрите, если у вас новый партнер, вы хотите там, скажем, командно ему помочь. Там пять человек, допустим, сверху выставило его номер, там, допустим, или автомат, или там какую-то конкретную ветку. И все ваши лично приглашенные, кого вы будете нового подключать, допустим, вы пятеро активно подключаете, они все будут сыпать ему в его ветку или раскидывать по его веткам людей. Ваших личных. То есть они остаются ваши личные, но они становятся вот этого партнера. Вот это, ну, то есть такого, сколько я читал, смотрел, такой опции я не видел ни в одном бинаре. Хотя, возможно, где-то есть, но я у людей уже и спрашиваю, те, кто на бинарах уже сидит много лет, то есть вот этого никогда действительно не слышали. У нас это работает, и это можно очень хорошо использовать, потому что такие возможности по подключениям, они как бы помогают, чтобы мы реально могли помогать нашим нижним партнерам, тем, которые как бы еще не очень быстро разбили свои структуры. Если грамотно подойти к этому, если, допустим, у вас есть там уже какая-то структура, вы можете себе два-три, как бы, вот лидера, скажем, договориться, и вы можете кого-то усилять, кого-то помогать, то есть работают команды. Поэтому, ну, что все всегда говорили, что бинар – это, как бы, система, где каждый сам за себя. На самом деле в нашем бинаре получается совсем наоборот. Здесь можно активно, прекрасно работать командой. И вот у нас, как бы, ну, в моей личной ветке, то, как бы, мы вот так решили, что вот так мы и будем делать. То есть вот таким образом мы будем работать, помогать. Потому что вы сами понимаете, да, и очень много вопросов было, что система где-то не так, как хотели, расставила. То есть ничего страшного, если нормально собраться и договориться, можно нормально запустить каждому нормальную структуру. То есть вот здесь, я думаю, дальше тоже, то есть все понятно, как здесь оно срабатывает. Теперь смотрим дальше. Business report. То есть бизнес отчеты. Значит, есть то, что осталось, как и в матричном нашем отчете, есть то, что немножко бы поменялось. Значит, первое – персонал. Понятно. Личные партнеры. Если вы туда зайдете, вы увидите там всех. Есть партнеров, инактивов, активных ваших партнеров, даже тех, кого компрессия когда-то выбросила с матрицы. Всех вы их там увидите. То есть их неконтактные данные, можете там с ними связываться и пробовать их реанимировать. Вторая опция – инактив персонал. То есть понятно, здесь вы будете видеть ваших неактивных партнеров. У кого, то есть прошло срок обоплаты, он не заплатил, соответственно, там вы его будете видеть. Цикл и ракурс. То есть там мы будем видеть, сколько у нас сработало циклов за неделю. Сможете посмотреть предыдущую неделю и текущую, и как бы прошедшую неделю. Почему? Потому что нам надо видеть две недели. Потому что две недели играют роль на статус. То есть на циклы, на заработанные деньги оно не влияет. Только на то, какой вы сможете получить статус. Вы можете проанализировать, допустим, одну неделю. Тут у вас неделя будет заканчиваться, сможете понимать, где вам там как бы надо поднажать, чтобы дойти до какого-то статуса. Следующий – Convert Point Reports. Тут мы будем видеть, сколько мы перевели заработанных поинтов в деньги. То есть там будут эти отчеты. Ну и, соответственно, Ledger Points Report – это бухгалтерия заработок по месяцам. То есть как мы вот себя смотрели в геннале, заработанные деньги, то есть сколько заработали каждый месяц. То есть здесь вот как бы есть немножко изменения, но я думаю, что здесь не очень сложно разобраться. Когда у вас будут уже заработанные поинты, будут срабатывать циклы, будете переводить циклы, поинты за циклы, будете переводить деньги, вы все сразу в этом отчете увидите и поймете. Ну и самое нижнее – это наш дерево бинаров. То есть мы его нажимаем, как мы могли смотреть матрицу. Кстати, мы можем матрицу и дальше смотреть, а слева эти отчеты находятся. Здесь мы смотрим наше бинарное дерево. Вот я открыл бинарное дерево. То есть мы можем открывать до самой глубины. То есть как открывается. Вот допустим, сверху вы на зеленом квадрате. Ваш номер, понятно, left point, то есть левая нога – сколько людей, и right point – это сколько у вас людей в правой ноге. Сразу откроются у вас два уровня, хотя есть возможность открывать сразу три уровня. То есть есть опция вверху, она называется set level, то есть если поставить галочку, то вам будет открываться три уровня. Ну, у кого монитор большой, можете открывать и смотреть сразу три. Ну, в принципе, надобности как таковой нет. Объясню, что здесь, как вам листать. Значит, смотрите, вот вы на зеленом цвете, дальше пошла ваша правая и левая ветка. Вы берете, допустим, если здесь слева там Сергей Святенко, вы хотите посмотреть, что пошло дальше ниже. Вы просто нажимаете на вот эту панель load user free, то есть прочитать дерево этого пользователя. Ну, там и значок, соответственно, дерева. Вы его нажимаете, открывается ветка дальше ниже. То есть этот Сергей переходит на место Романа, он становится зеленый. То есть вы открыли его вина. И таким образом вы открываете, открываете, смотрите верхнюю, как бы левую и правую его ноги. То есть что там у него творится. Немножко по кнопкам, которые есть вверху. Значит, у нас есть возможность найти человека по его регистрационному номеру в наших структурах. То есть понятно, что открывать там у кого уже там ноги, ветки большие, что искать, куда он там, где он сейчас находится, тяжеловато, можно это поиском найти. То есть есть кнопка слева вверху search, то есть поиск. Там лупа нарисована и это надпись. Если вы ее нажмете и введете регистрационный номер того партнера, кого хотите найти, он у вас откроется вот так на зеленом квадрате, и, соответственно, все дерево, которое находится под ним, вы сможете видеть. То есть это поиск. Потом вот эти три кнопки, deep left, deep right и low at my 3. Deep left – это посмотреть всю свою левую ветку, deep right – правую ветку, и low at my 3 – это как бы вернуться, скажем, на начало вашего бинара. То есть если вы где-то там глубоко залезли, чтобы поэтапно не переключать и не возвращаться обратно, то нажимаете вот эту кнопку low at my 3, и вы возвращаетесь на самый верх. Возвращаться на один уровень вверх можно, нажимая кнопку go up. То есть на зеленом квадратике, то есть где будет, скажем, тот человек, кого вы смотрите, бинар, да, то есть его бинар, если вы нажмете кнопку go up, вы подниметесь обратно на уровень выше. Ну, понятно, что выше своего уровня лично вы не сможете подняться. То есть посмотреть там, кто над вами, вы не сможете. Вы можете видеть только то, что находится ниже вас. Теперь смотрите насчет подключения. То есть как можно делать подключение? Можно делать прямо отсюда. Вы открываете, если вы это делаете вручную, если у вас не настроена автомат, система, которая будет какую-то ветку под кого-то ставить на партнера. Вы элементарно, вы раскрываете бинар, находите то место, чью ветку, где вы хотите сделать подключение. Место свободное выглядит вот так, как здесь, у меня пишет новое подключение. То есть серый квадратик, кнопка плюс и кнопка move, то есть перемещать. Значит, что нужно сделать? Просто туда, куда хотите поставить нового человека, нажимаете эту кнопку add new с плюсиком, сразу открывается форма регистрации, заполнили форму регистрации, проплатили и новый партнер подключен на это место. Вы видите, у меня здесь открыта немножко еще правая часть бинара, то есть я могу ставить, куда мне хочется. То есть вот таким образом сейчас работает вот эта наша как раз структурная часть офиса. Насчет перемещения партнера. Не могу сейчас полностью нормально рассказать, как оно работает, потому что еще никого не перемещало. Описание как бы, ну и потому что оно показывает, то есть пока оно не совсем понятно. То есть тут надо реально сейчас иметь живой вариант, то есть я буду делать подключение, я специально подключу человека куда-то в другое место, не туда, куда хочу, и буду его переносить, тогда я уже смогу нормально объяснить. Виктория, я как раз объясняю, что есть у нас возможность перемещения, только здесь оно как бы по, здесь полностью не видно. Почему? Объясню. Смотрите, реально получается, вот что мы видим по дереву. Есть подключенный партнер, да, то есть его никуда уже не переключишь. Значит, по идее должно быть так, что возможно кто-то где-то сейчас подключал какого-то нового партнера. Посмотрите, не появилось ли возле него еще каких-то дополнительных значков, потому что они должны быть не на пустом месте, они должны быть на том месте, где уже как бы будет ваш новый подключенный партнер. Я пока этого не видел, поэтому объяснить, как оно работает, ну пока не могу. Но я думаю, то есть там завтра я уже это увижу. То есть вот таким образом сейчас можно пользоваться вот именно вот той частью, которая касается винара. Все остальное в бэк-офисе как бы осталось по-прежнему, и там изменений таких нет. Значит, я коротко так объяснил, завтра все это дело будет повторяться на утреннем кофе, но на утреннем кофе вы не сможете задать вопросы. Если сейчас есть вопросы, то у нас есть еще время, то есть давайте, что надо как бы еще раз объяснить, или ничего не надо объяснить. Вас, да, перемещать можно только новых партнеров. То есть вы после подключения, у вас есть 72 часа для того, чтобы перемещать этого человека по вашему бинару. Старых партнеров перемещать нельзя. Наталья, в записи это... Ну, я не делаю записи. Значит, то, что уже сейчас есть, как структура выстроилась, все, изменений сделать уже никаких нельзя. Потому что я знаю, что у меня в том числе неправильно, скажем, расставило, не так, как хотелось, но изменить уже ничего нельзя. Так, кнопка для автоподключения или ручного не во всех экранах есть. Почему не во всех? Нет, значит, вас, ну, не знаю, наверное, Василий. Василий, неважно, если даже под старым никого нет, старого перемещать нельзя. Вот, нету кнопки, ну, надо бы, чтобы я посмотрел этот бэк-офис. Потому что нужно понять, там они как-то сделали сейчас, видите, то есть кнопка с конвертацией поинтов, она не постоянна. То есть она появляется, когда уже можно конвертировать. Нужно посмотреть, почему нету автоподключения. Ну, я, в принципе, сомневаюсь, может, не так смотрел. А ну, я сейчас верну слайд. То есть я подумал, что вот она, вот эта кнопка «Edit Confident». Она будет, там пишет ваш мембер ID и кнопка «Edit Confident». Ну, я думаю, что должна быть. Ну, если нет, будем искать. Значит, так, тут еще у Тараса или нет? Значит, я тогда выясню у наших, в компании нашей выясню, то есть с чем связано появление или исчезание этой кнопки. Так, Василь Галек. Под меня сегодня регистрировался человек, и к нему на почту не пошло подтверждение. Что делать? Регистрировался куда? На бесплатника или партнера? Сейчас, Василь, вот эти поздравления, скажем, с ID. Иди номером, вот это все, то есть оно сейчас немножко, скажем, тормозит. Все это дело придет, оно, возможно, завтра придет. А ID номер, если не знаете, где найти номер партнера, то открывайте свой бинар. То есть открывайте и листайте, и там увидите. Я еще Василь, то есть то, что письмо не пришло, это ничего не означает. Это не означает, что он не зарегистрировался. Там еще есть, смотрите, во время регистрации, во время регистрации, я не знаю, или все ставят галочку получать все уведомления в компании. То есть в конце регистрации есть галочка такая, когда уже выдала ID номер. Если эту галочку не ставят, то и письма не придут. Так, номер дала, но когда заходит в офис, пароль не в действителе. Значит, Василь, суппорта за ноги, за роги и вперед. То есть писать, писать. Обязательно пускай со своей почтой этот человек пишет. И это, наверное, делать чем быстрее, тем лучше. Они посмотрят бухгалтерию, если прошли деньги, они будут видеть, что была регистрация, то они очень быстро это все исправят. Потому что затянете пару дней, потом долго разбираться. Какова RedLine, красная линия компании, что это такое? Дим, я не совсем понимаю, что за красная линия в компании. Если Вы имеете в виду скилловер? Дим, я не знаю, что те, кто задали Вам вопрос, что они подразумевали под красной линией. Если они называют это скилловером, то есть ветка от компании основная, может, они хотели это знать? То есть насколько она большая? Людмила, запись пока у нас убрали. То есть записывать можно только пока что внешними программами. Пока что запись деактивирована. Ну, Вы слышали сегодня президента компании, то есть сейчас они доведут до путя, скажем, бродкаст, чтобы там чат работал. И тогда займутся уже как комнатой, чтобы все вернуть, чтобы все работало то, что было. Дим, я понял. То есть, наверное, Вас спрашивают все-таки за скилловер. Ну, узнать, какого размера скилловер, можно только у Атилы Юхаса или у Рика Эверса. В бэк-офисе там нету такой скиллова. То есть, как бы, общая редка от компании, какого, сколько там лет. Так, Андрей, вывод две кнопки. Вывод денег в GPG и вторая завести, зайти в счет GPG. Теперь пока что одна. Ну, я уже объяснял, наверное, это дело. Что изменилось с выводом средств? Долгого вывода. Я не волнуюсь, понимаем, что могут... Не-не-не, смотрите. Сейчас у нас была кнопка в Вейтрон, то есть мы списывали на счет, и кнопка Enter to GPG, это просто войти на счет. Сейчас, вот вы видите, здесь есть две кнопки. Enter и GPG, это попасть на ваш счет, и Convert Points. То есть, как раз кнопка Convert Points будет поинты превращать в доллары, и доллары мгновенно сразу же попадают на счет GPG. Эта кнопка появляется не сразу, и если у вас будет что конвертировать, а сумма должна быть, по-моему, не меньше, чем 20 долларов, то есть это 200 поинтов, то эта кнопка будет у вас появляться. Если у вас такой суммы в доступном балансе не будет, кнопка будет исчезать. То есть ничего по срокам вывода не изменилось. Даже вы слышали, опять же, сегодня президента, что они начинают работать в наших странах, чтобы шла работа совместная с нашими банками. То есть, чтобы легализация была, скажем, полноценная нашего бизнеса, ну тогда придется налоги платить, и чтобы работа быстрее шла. Потому что, допустим, в европейских странах от момента нажатия вывода денег в бэк-офисе до получения на счет проходит там пару минут. У нас сейчас, как бы, получается, что, ну, если вы пользуетесь картой Войлбанк, то если нажимаете в 9 утра в бэк-офисе кнопку, то на следующий день в 9 утра они уже накажут. Ну, это по карте Войлбанка. Ну, по такой карте, там, где по понедельникам. Так, Мария, у вас 216 поинтов, а кнопки нет. Мария, она появится. То есть, я пока, как бы, вот этот принцип просто улавливал, что вот она была, снял деньги, она исчезла. То есть, все это мы выясним конкретно, чтобы было понятие. Потому что в описании этого нигде нету. Сейчас там, как бы, сильно не трогаем их, пока они там успокоятся после этого запуска бинара. Но я думаю, что уже там начнем с понедельника полностью их долбать. Так, уже Белоруссия в списке GPG. Хорошо. Так, Дина. Толкнужен знает свой редлайн. Сколько людей помещается в нашу систему маркетинга? Это трендлайн. И сколько в нашем бинаре помещается? Дин, ну, это какой-то, я честно говорю, ну, нелепый вопрос. В наш бинар помещается сколько засунет и столько и поместится. Так, насчет, можно ли проводить обонплату, не конвертируя поэты. Ну, смотрите, когда у нас были доллары, то есть мы могли комиссионные прямо с бекорта сооплачивать. Сейчас, как бы, как оно будет выглядеть? Ну, тоже, как бы, ответа нету пока. Ну, и пробовать не на ком. То есть все боятся, как бы, пропустить обонплату. То есть надо это смотреть, все надо пробовать. Потому что, в основном, я вам объясню, американские, там, видеоролики или их описание, оно рассчитано на американский ум, если так, на эти разобраться. Как правило, то есть они и пишут его, это, допустим, техническое описание, те люди, которые делали эту систему. И они иногда не понимают, что нужно не то, иногда объяснять то, что они объясняют. Поэтому, в основном, здесь все пробуется на, как бы, на живых примерах. И тогда уже делается какое-то обучение. Вот эти два пункта насчет оплаты комиссионными поинтами и насчет перемещения личного партнера просто еще не попробовал, поэтому не могу сказать. Володь, это то, что ты видишь, да, это первый день неполный, но это не отличный результат. Это не то, не то пока. Так, Сергей, я не спросил, к сожалению, Сергей Васильев, я не спросил, я не спросил, я не спросил. Так, что дальше, что есть еще по вопросам? То есть, по комнате, вы видите, мы 80 человек, 40 минут, интернета у меня нет, чат на русском, в комнате на русском и мы живем. То есть, все это дело исправляется. Так, человек, которого я регистрирую на бесплатную бону, что попадает автоматический контакт менеджер. Я никак не могу добавить адреса этих людей в группу. Василий, значит, бесплатник попадает в группу Personal Free Trial Members. То есть, любой бесплатник, его можно увидеть персональный, если хотите отправлять письма бесплатником, выбираете группу Personal Free Trial Members. Если зайти в эту группу, то понятно, что там никого не увидите. Эта группа системная, она сама по статусу человека подцепит этого бесплатника. если хотите все-таки его добавить в какую-то группу у себя, если не добавляет вручную, значит, делать очень просто. Сделайте какое-то там видеописьмо именно с формой подписки и эту форму подписки настройте под ту группу, куда хотите, чтобы он попал, и через форму подписки он попадет. Раиса, инактивов убирать не будут, но вы поймите, в бинаре они не мешают, они для вас не играют никакой роли, абсолютно. То есть, в бинаре нету компрессии, то есть, если в матрице у нас была компрессия, здесь нету, потому что инактивы абсолютно ни на что не влияют и абсолютно не мешают. Ольга, смотрите, я не хочу ничего сейчас говорить насчет того, кто был освобожден от обмплаты, я тоже не платил обмплаты, будем ли мы дальше платить или не платить, то есть, это уже покажет время, пока об этом как бы, ну, никакого письма я не получал, поэтому, то есть, посмотрим, придет время платить платку, значит, привед письмо за два дня с предупреждением, будем знать. при регистрации партнера выбираю 195 на второй странице какой продукт выбрать, за 195 или 25. Константин, там, значит, смотрите, при регистрации ваша суммарная цифра, то есть, сумма должна быть 220 долларов, то есть, 195 плюс 25. Сергей, может ли человек купить пакет продуктов, не регистрировавшись партнером? Может, но смысла нету. Значит, смотрите, какие у нас изменения. мы фирма, да, то есть, организация, которая, то есть, у нас идут, это сетевой маркетинг. В сетевом маркетинге самое главное играет продукт. Если нет продукта, это пирамида. Если же получается, что пирамида дороже продукта, опять же, то есть, имеется в виду бизнес-схема дороже продукта, опять, то есть, это могут признавать как пирамидой. Поэтому, у нас теперь продукт стоит 195 долларов, 25 долларов месячная обоплата, хочешь бизнес, 25 долларов в год. То есть, человек, если хочет просто продукт, он купил за 195 долларов и 25 в каждой миске. Если он хочет еще и бизнес, платит 220 при регистрации. То есть, поэтому, если кому-то предлагаете продукт, я не думаю, что 25 долларов ему еще сыграют такую коробку. Так, Константин, надо посмотреть, что там не получается, потому что, ну, у меня сегодня где-то там у ребят было 15 или 18 регистраций, все нормально. у меня, Есть еще вопросы? Как регистрировать бесплатно? Пишите свою реферальную ссылку и через дробь пишите вот такое. То есть ваша полностью, там 3W, ваша точка, ваш регистрационный номер, или там как вы сделали персональную ссылку, точка, вот здесь Тарас повторяет, то есть идет ваш регистрационный номер, iWave.com, ну можно как бы полностью страницу открыть, free, видео, email, HTML, можно просто написать слово free и вы попадете на эту страницу с регистрацией. То есть раньше мог любой, скажем, зайти, получить бесплатную почту, сейчас без реферальной ссылки никто ее не поручит. Так, хорошо, вопросов не вижу, значит смотрите, ну завтра у нас четверг, то есть завтра уже все-таки продукты, потому что повторение вот этого, я еще посмотрю, возможно что-то добавить надо, то будет завтра это на утреннем копе, то есть завтра будем повторять вот эту часть, в которой я только что показывал. Хорошо-то, да, я надеюсь, что было более-менее понятно, но все увидите, когда начнет у вас что-то считаться, тогда вы реально пощупаете и будете понимать, что где у вас есть. Хорошо, то есть уже скоро эти записи все появятся в видео, то есть будут записывать это в видео, как бы уроки и будут размещены на сайте. А пока спасибо, всем спокойной ночи. Спасибо.